Музыка И вот тут начинается Как вы думаете, папа скажет, что у него плохое настроение Потому что его начальник накрутил Начальник накрутил и уйдет в свой кабинет или в спальню Успокоится или детям влетит в первую очередь А если еще жена не приготовила вовремя ужин Она тут же от него услышит, какая она не библейская Вот так работает маска замещения Мне плохо, пусть и другому будет хуже И отец идет о самой агрессии, когда избивают детей, когда избивают жен То есть вы об этом все читаете, все это слышите То есть собственность это не просто так Боль другим причиняет только сердце, которое болит Счастливый человек никогда не будет другим людям причинять боль Никогда Есть такой, нет, анекдоты христиане не рассказывают Притчи Притчи, не канонической, да Едет мужчина в транспорте Сзади него сидит две женщины и такие две болтушки Одна другой рассказывает, что она там волосы помола в жесткой воде И вот у нее волосы торчат Она там и укладывала их, и мочила, и другой шампунь пробовала мыть Ну вот такая жесткая была вода Ну вот ее подруга говорит, слушай, ну а ты можешь попробовать с этим гелем Помнишь, я тебе подарила? Она говорит, да пробовал, торчат Ну и к подруге я говорю, слушай, ну ты вот придет такой парикмахер, что она Ты знаешь, ходила и сама укладывала Здесь же все равно торчат Он уже и сидит, и там пытался раскачивать, и кашлял, ну вот торчат у него волосы Вот так сработала маска замещений Довилин называется мужчина Итак, то есть мы вымещаем друг на друге такую вот собственную несостоятельность Понимаете? Вообще мы наблюдаем, вот и наши наблюдения говорят следующее Вот сегодня мы с Николаем поговорим, а раз он наблюдает то же самое Вы знаете, вот законничество в церквях происходит от людей, у которых в семье что-то не ладится Понимаете? То есть практически вот вообще мы думали даже на том, может быть даже написать какой-то труд так научный Ну провести, конечно, исследование, так на углу наших наблюдений Но провести конкретные исследования, то есть с анкетами, с опросом людей вот по разным церквям Вообще у нас есть такая мысль, чтобы это было доказано не только нашими наблюдениями телековых А чтобы это было в цифрых фактах И научно И научно, понимаете? В общем, с языком наук не поспоришь, статистика есть статистика То есть соотношение законничества в церквей и отсутствие нормальных взаимоотношений В семье пастора и жены Или руководителя какого-то предприятия Понимаете? То есть это вообще настолько вот видно Я думаю, что вы наблюдаете то же самое вокруг себя У нас на семинарах есть такая лекция по интимным отношениям мужа и жены И вот мы там рассказываем, что, как это происходит, какие проблемы возникают Это завтра будет у вас тоже эта лекция А после нее мы расходимся отдельно мужчиной и отдельно женщиной И уже в разных группах мы там идет обсуждение и такое более детальное и глубокое изучение И вот после лекции по интиму к нам подходит пастор той церкви, которую мы вели И говорит, Михаил, ты знаешь, ты, наверное, забыл просто сказать об этом Вот сейчас мы разделимся на группы, ты, пожалуйста, об этом расскажи Ты просто упустил момент такой, ну что, скажите, что я должен рассказать Ну понимаешь, значит, вот такое должно быть правило обязательно в семье Как только парень и девушка, там, молодой мужчина и женщина, вот они поженились Можно заниматься сексом 5-6 раз в неделю Это нормально, это можно во время медового месяца Меньше можно Меньше, пожалуйста, больше, это похоть 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 плоти, это грех Похоть надо обустывать Да Больше 6 раз в неделю не им От 20 до 30 лет, вот такое, значит, должно быть правило Если, значит, еще нет 30, то 3-4 раза в неделю можно Можно, пожалуйста Не грех Меньше, пожалуйста, больше, это похоть Значит, от 30 до 40 лет, ну, 2-3 раза, еще можно, значит, в неделю Иметь интимные отношения Ну 3-4, уже слишком, он говорит, ну ладно, можно допустить А после 40 только раз в неделю Не чаще Не чаще Иначе похоть Вы ввели квадратные глаза на его мужчину Я говорю, я Библию вообще-то прочитал Не раз Да, я не помню такого указания в Библии Я тогда сказала, я говорю, такой статистик И статистик Не помню Может, я что-то упустил, вы скажите, где, я обязательно это отмечу Потому что, ну, как же такой момент упустить Он говорит, не, Михаил, ты пойми меня правильно Вот ты сейчас всем, там, мужьям и женам сказал Что интимные отношения, это отношения касаются только мужа, жены и Бога И чтобы никто к ним сам советом не лез в спальню Чтобы они никого не пускали Ты им разрешил это делать столько, сколько они хотят Ты им сейчас это разрешил Так они только этим и заниматься будут А кто в церковь пойдет? Кто будет Богу служить? Это же здравый смысл Здравый смысл подсказывает, так должно быть Ну, вы понимаете, вот у вас нормальная реакция, вы посмеялись Но что самое-то грустное, что не во всех церквях, не на всех семинарах раздают смех по этому поводу Потому что, к сожалению В некоторых церквях на нас смотрят и говорят, а что, это не так должно быть? Да Или просто ничего не говорят Но стоит тишина Понимаете, то есть, вот, к сожалению, вот это вот законническое отношение даже к интимной сфере Понимаете, если уж мы в постель залазим с законами А вы знаете, что даже большевики в свое время Они издали указ вот на эту тему Хранится указ Закон половой жизни Закон половой жизни Там примерно то же самое Сколько раз, какие позы пролетарские, а какие нет Чтобы как можно лучше контролировать каждого человека Понимаете, контроль даже интимной жизни Все, это уже дошли до ручки называется Понимаете? Совсем законничето То есть, как бы, вот эти вот вещи тоже, как вот нужно для себя прослеживать Я просто так вот прислал, такая книжечка лежит красная Где-нибудь в магазине Красная книжечка, серый помост написано Устав в половой жизни коммунистов Ну, он именно такой и лежит у нас в музее Он именно так и назывался, между прочим Да То есть, знаете, мы тогда его увидели, мы его очень удивились Мы просили нам дать почитать Ну, нам дали там некоторые выдержки из этого устава Нам кому-то не дали, потому что это ревитетное издание Ну, вообще, вы знаете, вы подумали Ого! Вот так вот Устав в половой жизни большевика Ну, давайте издадим, что устав в половой жизни бактистов Я не знаю, там, ты чего дадим, там, или, там, кого? Что, как, или Что, как, и почему? Вообще, знаете, маска замещения, она работает тогда, когда Тим, возникает собственная несостоятельность Вот тут вот мы не зря вот это вот прям вот выписали эти слова Может быть, даже стоит их подчеркнуть Однажды, в самом начале, когда еще мы на радио только начали работать Ну, мы еще, так сказать, учились Под конец там уже, ну, таких вещей у нас не было Да, вообще, один раз, по-моему, только был В начале было несколько раз, а потом прекратилось К нам позвонила одна женщина, и там у нее возник вопрос Можно ли крестить ее внука? Если невестка против Да, невестка против, а вот она хочет покрестить в православной церкви внука И она хочет этого ребенка, значит, из садика забрать раньше Ну, чтобы пока мама не узнала тайно Забрать, покрестить, а потом обратно привезти Ну, мы ей стали объяснять, что вообще-то киднеппинг Вообще-то он указывает закон, вообще детей как бы вот не кладут По православной традиции можно крестить ребенка Но воровать ребенка вы не имеете права Ну, мы ей посоветуем лучше как-то с невестой этот вопрос обговорить Прежде чем принимать какие-то решения по поводу крещения Ну, поговорили Вот мы о чем говорили, повесили трубку, раздается звонок Как вы можете? Крещение, то, что вы рассказали, это языческое, это елесть Нужно крестить только по вере Значит, следующий звонок Повесил трубку, следующий звонок Да вы вообще о чем говорите? Какие у вас сектантов развелось? Да мы православные, только так Вот вы тут христианами называете, а у вас тут все очень непонятно, шивот на вывод Следующий звонок Да вы вообще там ничего не понимаете? Должно только по субботам должно Потому что в субботу, Бог сказал суббота, значит суббота А вы там ходите в воскресенье Следующий, вообще о каком крещении речь идет? Почему вы ни слова не говорите о крещении святым духом? Ну, вообще, началась такая полемика Мы оператору показываем, не надо нам звонки, убирай их, все Он говорит, они меня обманывают, ну, пишут нам на экраны, что Они говорят вопрос, а сами начали А сами вступают в полемику, и он остановить это не может И представляете, а что такое прямой эфир? Нас говорили-то вроде с 1, 2, 3, 8 звонков, а слушай-то полтора миллиона? И вот тут я получил точно подтверждение того, что Бог может все, что хочет сделать Уж если он нас лицу использовал в своих целях, то же он точно может использовать, как надо Ну, знаете, но в тот момент, вот знаете, вот, я не знаю, вот, я даже сама изъявляюсь, как я это сказала Откуда эта мысль пришла? Я говорю так, я говорю, дорогие мои радиослушатели Вы все позвонившие на сегодняшний момент, все называли себя христианами Но давайте, говорю, с вами задумаемся Если вы называете себя христианами, чей образ вы должны отражать? Христа Все, кто позвонил на сегодняшний момент, никто Христа не отразил Все отразили свою конфессию Если вы отражаете не Христа, а свою конфессию, никакие вы не христиане, а сектанты Сектанты могут быть в православии, в аптезме, среди субботников, среди харизматов Итак, сектантов прошу, не звоните к нам на передачу Это был первый и последний раз, мы два года работали Нет, до этого там были, но не в таком случае Но после этого таких вообще не было Ну, потом уже я сказал, что есть специальный у нас час пастерский, где можно обсуждать проблемы динамизации Там специально, пожалуйста Там целый час, вот туда звоните К нам в программу сектантов просим, не звоните Вот, вы знаете, ну вот, почему это возникло? Потому что, понимаете, собственно несостоятельность видения каких-то вот моментов, ну будем так говорить, христианства Недименционных каких-то различий, понимаете? А вот это вот неумение видеть христианство, как раз и привело вот к тому, что каждый стал вот вымещать на другом человеке собственную вот несостоятельность То же самое святой Аргустин сказал, что это люди строят барьеры между собой А эти заборы сверху, вы, Господу, не видны, там их не будет, этих заборов Мы для них просто действия Христова Видеосеминария ТВС – благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру Поддержите наш проект молитвой и финансами О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok